всем привет с вами вновь технохаус мы продолжаем делать оппозитный двигатель 1150 кубов на 3d принтере напечатали блок все было промерено все расстояния получаются должно работать крышки ну коренвал и мол сутенами там опора там вкладыши там почти заводится вот на таком нехитрым я будем делать вот эту плоскость нам нужно снять вместе с этим углубление на три с половиной миллиметра для этого была сделана вот эта плита кондукторная на которой все это базируется 3 часа убита было для того чтобы сделать плиту на которой будет вот этот блок для этого для того чтобы влазил коленвал специально ездили в смоленск растачивать вот это все потому что здесь мы нашли такого станка дорабатываем блок дальше вот делаем окна окна на охлаждение уже восемь часов восемь часов фрезеруем окна потом надо будет снять плоскость на три с половиной миллиметра это серёга показывает как лучше проходить следующие окна чтобы время не тратить одна сторона практически готова сквозные водяные каналы и опустили немного кольцо упорное на четыре с половиной теперь еще на три с половиной нужно снять так одна сторона готова выставляем по индикатору чтобы теперь сделать отверстие под водяные патрубки все давай чуть все 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 Тоннели протягиваем Штуцер, вход для штуцера нарезан для охлаждения Штуцер для охлаждения, для подачи в блок охлаждающей жидкости готов Это второй, маленький Доделать симпатичные штуцера Это низ двигателя Это верх Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Все это уже отфрезеровано в металле Это переходной блок фланец на коробку Это сам блок Блок у нас тоннельный Получился очень крепкий Мясо в блок добавили много Для того, чтобы можно было сверлиться Маслоканалы, еще что-то делать Все сделано из цельных кусков алюминия Это тоже фрезерованный картер Это не чей-то картер, это картер разработанный Прямо наш картер И он сделан именно под этот двигатель Отфрезерованный Прямо из цельного куска Дороговато Дороговато, но Ничего не поделаешь Двигатель внутри Будет Вакуумироваться Внутренняя камера Где пенвал Будет вакуумироваться Таким лепестковым клапаном Здесь он будет стоять Для того, чтобы там не было избыточного давления Здесь мы его закрепим Ну а Через вкладыш, я думаю, не пройдет давление Все-таки Эта деталь Это задняя опора На клинвал уже одета со вкладышами Тут и упоры есть с двух сторон Эта деталь из двух частей сделана Навряд ли видно Соединение Хотя может быть даже и Может быть даже чуть-чуть и видно Ну вот Деталь сложная Сейчас Все дело собирается Ну а заводить двигатель мы будем скорее всего уже В следующей Вот у нас получается Встал коленвал Теперь Передняя опора Тоже сделана Сюда будет запрессован Вкладыш Это маслоканал Он потом просверлится Так Это все будет Крепиться здесь То есть вставляется Коленвал Потом уже со вкладышем Вставляется Вот эта часть Максимально Будем пробовать делать Без Прокладок Все это будет сделано С резинками Где то так Ну и здесь будут конечно крепежные болты Теперь цепь Ну и передняя опора она еще является ограничителем для цепи Надеваем цепь И ставим вот этот Ограничитель Вот этот ограничитель уже здесь Второй ограничитель цепи Выглядит вот так Сейчас покажу примерно как он будет стоять Вторая цепь у нас с обратной стороны И ограничитель будет стоять здесь Вот Здесь же будет стоять в этом тоннеле маслонасос Вот этот Это жигулевский маслонасос Корпус мы будем делать другой Этот корпус придется выкинуть Сделаем свой корпус Установим его на этой крышке И там будет маслонасос И там будет маслонасос Цепи Ну и Цилиндры уже у нас готовы Поршни у нас и шатуны уже готовы Завтуленные Уже сделаны с зазором Останется сделать нам только заднюю опору С фланцем Под сцепление И крышку генератора Крышка генератора Вот эта В следующей серии покажем Это заготовка Заготовка для крышки генератора Это Остаток сделан для того, чтобы ее можно было обрабатывать на ЧПУ Вот эта деталь очень будет дорогая Ну и Пожалуйста Вот Так у нас Будут Ну и Выточены Отфрезерованные крышки Крышки сделали свои С изображением С нашим логотипом Так Будут Установлены крышки Ну в общем то Вот Здесь у нас Будут Штуцеры для охлаждения Это маслофильтр Это маслофильтр Масляный поддон Ну в общем И с той стороны С той стороны Такой же цилиндр Ну в общем Стараемся Делать дальше В общем то все готово В принципе Сейчас дождаться Фрезеровку И Можно Все Это Дело Собирать И Заводить Вот У нас Получается Пробка Ушла Цепь Не туда Это заливная горловина Но она еще у нас Служит и Направляющий Для щупа Ну в общем то Вот Все Собирается Все Промерено Все Подходит Ждем Недостающих Деталей И Пробуем Заводить Собрал Только Не стал Поршни Вставлять Чтоб Ничего не терлось Маслонасос Фрезеровать Еще надо И Впускную систему И Вон Лежит Маслонасос На заднюю часть Оправки Собрать Вот Эту И Передняя Крышка Будет Сложно Ее фрезеровать Будет Вот А так Все Вот Два года работы Растет Потихоньку К весне К весне Если Что Все Все Хорошо Заведем Будет Слой Моторчик Будет Слой Моторчик Продолж box Редактор Корректор